1300 километров тепловых сетей. Много лет они были в руках разных собственников или вовсе оставались без хозяина. Сибирская генерирующая компания сейчас эксплуатирует 80% сетей, ежегодно добавляя на баланс еще по 20 километров бесхозных. В каком состоянии трубы, заложенные под землю несколько десятков лет назад, не берется сказать никто. Ежегодно в Барнауле происходит до 400 коммунальных аварий. Зимой примерно 7 в сутки. Вот город спокойно спит, в морозы, в лютые, там это тепло. Вот Сан Саныч не спит. Он знает, что один из семи, ну это среднестатистическое, да, один из семи инцидентов в сутки по закону подлости он происходит в основном ночью. Профилактика лучше, чем лечение. Сейчас в Барнауле гидравлические испытания идут по контуру ТЭЦ-3. Воду температурой не выше 40 градусов подают в трубы под высоким давлением и там, где тонко рвется. Уже обнаружено 170 повреждений, в семи случаях довольно серьезные. Вот картина лишь одного порыва. Если бы это произошло зимой, то мы получили бы 235 жилых домов, 24 детских садика и 15 шков, 300 градусов на мороз. Вот что было бы тогда. Современные способы изучить состояние сетей, говорят специалисты, есть. Например, робот. Он идет по пустой сети, осматривает ее как томограф. Технология дорогая, применяется крайне редко и только на больших магистралях. Да и срок, на который отключается горячая вода, не меньше. Выход один – использовать проверенный метод. Но неожиданности не избежать. Сначала опрессовки в Барнауле под фонтан попала пожилая женщина, а на прошлой неделе пострадал 16-летний подросток. К сожалению, вот этих инцидентов, вот таких случаев нам не удается избежать. Мы свою вину признаем, ответственность, не вину, так сказать, ответственность за случившееся. И, соответственно, всемирную поддержку этим людям окажем для их скорейшего выздоровления. Рвутся не только старые сети, оценивают специалисты. Здесь, как в организме человека, не знаешь, что и когда заболит. Поэтому гидравлические испытания проводить будут. В прошлом году только по контуру ТЭЦ-3 было выявлено 220 повреждений. В этом ждут не меньше. А прессовка продолжается. Евгения Даровская, Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости.